Маукин, зацени. Да, электрикость его так себе. Так! Здарова, народ! С вами смастерщик Леха, и сейчас мы будем бомбить студийное зеркало. Сейчас расскажу, покажу, как из хлама, ну, половина из хлама, половина купил, и все это забацаем. Для начала нужен станок, у меня его нет, используем, что есть. По-настоящему патроны, наличник от двери, рейка, пара лампочек, кусок провода, ну, и всякие мелочи, кнопки, крепежи, в общем, все, что есть, все пойдет в пользу. Не забудьте уголки. Нарезаем наличник. Наличник обычный, от двери, толщиной в сантиметр, шириной 8 сантиметров. Ну, то есть такой, без выпендрежа, обычный, стандартный. Для начала хотелось вагонки, но вагон, конечно, вообще кошмар. Стоит он недорого, 400 рублей, две плашечки, две штуки по 2 метра, самое то. И нарезаю, делаю ободок, ну, грубо говоря, делаем картину. Туда, куда он прячется, наше зеркало. Зеркало я вытащил из старого шкафа, поэтому оно у меня есть. Зеркало покупать не нужно. Это еще одно преимущество, когда делаешь что-то из хлама. Нарезали мы наличник. И еще не забываем нарезать саму рейку. Рейку 2х3. У меня она осталась после того, как я монтировал пароизоляцию. Посмотрел, помнит. Буквально нужна одна рейка трехметровая, ее хватит более чем. На всякий случай шлифанул две стороны, которых будет человек касаться, которые будут видны. Ну, так, для гладкости, для профилактики. Итак, у нас есть четыре рейки и четыре добора. Все, мы готовы. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Рейки лежат снизу, то есть там, где спрячутся наши патроны, вся электрика, кнопка и само зеркало. А сверху ложится сам добор. Добор, наличник, в общем, как вы называете. Нижнюю часть закрывать не буду. Она будет упрок в стене, причем на стене висеть. Это будет даже лучше. Склеиваю уголки под 45 градусов, чтобы было прям идеально красиво. Станка нету, поэтому нахожу более-менее нормальную ровную поверхность. Это на полу кусок гипсокартона, самое то. Да, пока нет мастерской, это пока выглядит колхозно, в кустарных условиях. Но пока только так. Покопаюсь в своих маленьких запасах, поищу уголки, саморезы, крепления. То есть, все, что можно прикрепить, прикрутить для рамы, чтобы она выглядела аккуратно и красиво. Колхозный способ тоже есть. Можно, в принципе, просто сделать на саморезы черные, а потом все закрасить краской ПФ-115. Ну, то есть, белая краска, масляная. И все. Но я хочу, чтобы была видна структура дерева. А из-за этого придется немножко изгалиться, подпотеть. Нужны уголки. Это будет очень мощно и сильно. Немножко жалко. Есть маленькие. Всего у меня их 5 штучек. Ну, думаю, хватит. По два уголка не смысла пихать. Там еще склеим и добавим. Пихаем по два уголка на каждую сторону, итого 4, на два самореза. Этого более чем хватит. Плюс там еще уголки склеены, никуда не денутся. Нанесли уголки, теперь собираем основание. То есть, то, куда станет рама. От крыши у меня остались мощные уголки. Как раз они подходят под рейку, они 3-сантиметровые. Алексей, это шутка? Нет, это не шутка, серьезно. Ну, а что, не пропадать же уголкам. Сделаем из них. Это будет, наверное, первый случай, когда самодельная рама, просто рама из-под цикла, будет мощнее, чем мебель от кея. Собираем на уголки. Получается такой квадратный ободок. И ободок мы позже сейчас будем крепить на клей и потом на уголки. Все. Должно у нас получиться две раздельные конструкции. Это ободок под картину и ободок под саму кораму. Ободок под картину, будем называть его, наношу клей. То есть там, где будет вставляться само зеркало, обычный столярный клей, который взял с седа. И сверху на него наношу саму рамку. Рамку из веки. А чтобы она хорошо приклеилась, понадобятся еще маленькие мебельные уголки. Они по 10 рублей. В принципе, я их накупил, он 10 штук. И понапихал по всему периметру. Два внизу и три сбоку. Итого 10 штук. В рейку пихаем саморезы 2 см. Потому что усунует 2 см рейка. А уже в сам добор маленькие полсантиметровые. Ну, чтобы насквозь не вылезло. Все, прикрепили, склеили, готово. Теперь нашу рамку можно взять и аккуратно, аккуратно перевернуть, не сломав. Да, но есть еще один минус. Для начала мне еще нужно приготовить специальное зелье варенье, скажем так, клей из опилок. Дело в том, что когда склеились профиля по 45 градусов, извините, доборы, там вызывалась трещина, буквально, ну не трещина, а зазор. В полмиллиметра, в миллиметр. Его видно, если закрашивать ПФ-кой, это все скроет. Но это колхоз. Я хочу, чтобы была видна структура дерева, поэтому придется изгалиться. Берем клей ПВА и наши опилки. Сейчас все это смешаем, без воды, без добавления, просто буквально капельку ПВА, меньше чем столовую ложку. Намешиваем обычной палочкой от мороженого. И обычным резиновым шпателем все это наношу, прям утапливаю туда в трещину, чтобы потом можно было подшкурить. На следующий день, когда все высохло, берем самую маленькую шкурку, которая у вас есть, если она вообще есть, и зашкуриваем. Пока специально без монтажа, что я это все в раму не переворачивал. Как видите, получилось вполне приемлемо, как я хотел. То есть это уже не колхоз, это уже такая серьезная, комфортная работа. Она выглядит гладенько и заполнена. Когда сейчас нанесу лак, все структуры, все это проявится, не будет никаких углублений и трещин. То есть в глаза это бросаться не будет. А это самое главное. Все, получилось практически как завода. Мне понравилось. Так, ну а дальше, в связи с тем, что видео почему-то у меня удалилось, не мог я восстановить никак, поэтому буду рассказывать в общих чертах. Потом нашу раму пришлось просверлить. Вот я на маленькой тренировался. Просверлитель был отверстие как раз под патронтаж. Устанавливал патронтаж, лампочки 13. Накручивается только с обратной стороны, с внешней, с внутренней, то есть не нужно. То есть то, что с той стороны будет. То есть лицевая часть. Соединял проводом. Обычный, ВВГ, полторушечкой. Последовательно, но до середины рамы. Дальше пошел уже другой виток. Ну то есть не люблю. Да, как знаете, из принципа с гибким проводом. Я вообще не работаю, только с жестким. То есть с моножилой. Предпочитаю только ее. К лампочке здесь. Патронтаж здесь специальный. То есть сюда просто втыкается провод и все. То есть закручивать его не нужно. Естественно, если бы был гибкий, было бы работы побольше. Ну, в дальнейшем, как только закрепил провод, я, получается, перевернул раму. С той стороны накрутил юбки. Так, чтобы рама, то есть, поджалась. То есть, она, получается, прижалась плотно. Она плотно прижалась, так как не нужно, чтобы больше, то есть, не высовывалась. Прям ровно всклеить. И когда она прижалась уже, там у нее больше ничего не действовать не выпирает. С обратной стороны заклеил. Тут видно клей. То есть больше патрон никуда не денется. То, что не нужно. И только после этого уже можно делать какие-то работы на внешней стороне. Да, кстати. Потом берем раму, переворачиваем и покрываем лаком. Лаком покрывал в три слоя. Какой лак, не знаю, какой был такой покрыл. Он специально утемнил мою раму и передал фактуру дерева. То есть, фактуру мы не нарушили. Можно было все ПФ-кой 115 закатать. И текстуры дерева вообще не было видно. Мои прорези, кстати, не бросаются в глаза. Они хорошо обработаны. Все очень гладенько, все блестит. Естественно, когда я красил, все это обернул бумагой. Бумагой малярной, чтобы не спачкать патрон. Патроны торчат ровно столько, сколько нужно. Ну и теперь, дальше продолжаем в таком же стиле, как что было дальше. Ну а теперь осталось снять малярный скотч и одеть юбочки на наши патронтажи. И потом-то вкрутить лампочки. Хотя даже нет, не так все просто. Сначала снимем малярный скотч. И примерим, нормально ли вкручиваются наши юбки. Потому что могут не совсем нормально зайти, так потом попасть в лак. Но у меня все обошлось. Даже если лак попадет, можно ножичком аккуратно все это почистить. Главное не поцарапать то, что мы так старались, покрывая лаком. Промежуточный этап готов. Ну как, почти готов. Теперь надо сделать заднюю часть, чтобы в будущем раму больше не теребить и не допустить царапин. Если сделать в другом порядке, то могут возникнуть сложности уже с зеркалом. Пробовал, промерял, то есть неудобно. Поэтому я старался сделать в таком порядке, чтобы потом в будущем избежать ненужных телодвижений и травы. Ну и самое главное, у меня завалялась вот такая красивая кнопка. Не помню, откуда я ее взял, но мне нравится, как она нажимается. Вы только послушайте. Поэтому для моей рама это будет самое то, без всяких проводов, удлинителей и так далее. Собираем электрику на обычную скрутку, изоленту. Вполне достаточно, ничего там с этой рамой не случится. Зеркало у нас, как мы знаем, не горит, поэтому ничего там не произойдет. Главное соединить правильно. Откусываем. И так у меня этого много добра, я еще добавлю на всякий случай, так, чисто гильзу. По возможности, если у вас завалились, как у меня, гильзы, можно одевать гильзы на скрутке. Так скрутка будет дольше служить. И сверху, если опять же есть, одеваем еще и термоусадку. Можно изолентой, в принципе ничего страшного не будет. Да, кстати, у меня нет фена, поэтому я буду использовать колхозный способ. У меня есть спички. Термоусадку на спичке тоже годится, бюджетный вариант, если у вас нет фена. Одной спичкой не очень, поэтому лучше использовать сразу три. Да, желательно термоусадку использовать по размеру, а то центр может хорошо обтянуться, а вот края будут торчать. Все, одели термоусадку, должно получиться у нас два конца, приходящий и отходящий. Так, убираем все следы нашей черной магии, чтобы она не заподозрила. От Дина Рейки, которая используется в щитке, у меня остались вот такие вот, скажем так, обрезки. Их я буду использовать, чтобы удержать стекло. Две штуки, чтобы погрузить само стекло. И когда уже само зеркало погружено, гуляем еще две штуки, и зеркало уже никуда не денется. Можно использовать пластмасски, но это нужно покупать, нужно искать. Я делаю из того, что у меня есть под рукой. Под рукой у меня хлама много, поэтому делаем из хлама. Все, а теперь аккуратно переворачиваем. Если зеркало не упало, вы молодцы. Если упало, ну что, печаль. Ну, готово. Теперь посмотрим, что там у нас. А вот с лампочками не все так просто. Поначалу вместо кнопки я хотел использовать диммер, потому что у меня заваляло два диммера. Думаю, в этом подарке будет самое то. Но, к сожалению, лампочки под диммер стоят в два раза дороже. Поэтому идея с диммером отпала, разбогатею и сделаю. Будет вообще эффектно. Пока используем обычную кнопку обычной лампочки. И вот тут-то тоже не все так просто. Ну, в общем-то, готово у меня зеркало. Ну, вот задача. В моей части это случилось. Второй раз за мою карьеру маленькую. Не зажглось перворазвити, естественно. Как это выглядит, то выглядит так вот. Нажимаем на кнопочку. Чип-понь. Красота, да? Так, почему нет двух лампочек? Рассказываю. Потому что первая лампочка оказалась... Ну, то есть у нее пропала нижняя часть. И потом заметим, сейчас покажу. Она там присутствует. Она отпала. Не заметил при покупке. Вторая интересная лампочка, за которой осталось бегать. Лампочка. Все есть. Но, если покрутить, она соединена. Видите? Это проволочка. Я не знаю, кто-то пошел пошутить, но у меня был постоянно коротыш. Причем многократно я устал бегать до автомата. Я проверил всю систему, то есть все патроны, тестером, всю проводку. А оказалось в лампочке. У меня такой случай был один раз, но я думал, что это раз на миллион такой случай, а вот нет. Что тут? Диодная лампочка. Сделана в Китае. Наверное, соединено для прикола. Поэтому она не зажглась, когда я включил, она короткая, короче, была. Ничего, я живой, как видите? Я привык. Ну, сейчас мы пойдем купим еще две лампочки. К сожалению, на улице сейчас полдесятого ночи, поэтому схожу завтра и уже в подвешенном состоянии покажу, как это все здорово выглядит. Женебка показывать не будем. Покажем пока Катюхе. Ой, какая ой, кошмар. Ну, вот и все. Заказчик доволен. Подарок получился красивенький, аккуратненький. Удивляйте своих дам. С вами был самостоятельщик Леха. Всем счастливо. Пока-пока. Эдак, ты готова? Так, маленький эксперт, скажу сомнения. Смотрите, он приготовит. Так, а эксперт, а мнение? Пап, да, красиво. Ну, это красиво. Че это же? Нет, давай. Какая шута? Подожди, вот давай еще раз. Еженец. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи. Ха-ха. Кошмар. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха.